друзья приветствую вас на канале колба челябинск на канале для людей создающих свои традиции сегодня мы будем работать на аппарате люк сталь 6 в режиме электрификации для того чтобы показать этот режим в полной мере собрали этот аппарат как указано на в инструкции производителя прошу обратить внимание на ошибки многих дистилляторов носик с трубкой со связи с атмосферой ставится внизу они вверху колонны это одна из основных ошибок которая бывает при ректификации говорят что захлебывается далее в кубе у нас 20 литров того самого дистиллята вернее спирта сердца который мы собирали на первых перегонах у нас его собралось изрядное количество поэтому сейчас будем по полной программе несколько вариантов тестов проводить на второй перегон абсолютного спирта здесь почти 9 литров таким образом мы и голов будем отбирать скорее всего все 10 процентов 900 миллилитров будем смотреть по органа рептики и проверять качество голов да уже где-то через половину то есть вот 450 миллилитров отберем будем смотреть отбор мы будем производить на плите индукционной play t24 на 2 киловаттах мы грели спирт сырец до того момента пока температура на верхнем датчике не начала расти после этого переставили на полтора киловатта и час дали поработать колонии на себя производитель говорит что достаточно 15 минут но в принципе 45 минут не такое же большое время для того чтобы улучшить качество дистиллята до чем больше вы даете поработать колонии на себя тем больше тем качественнее происходит разделение паров на фракции тем большее количество флегмы проходит через насадку тем лучше соответственно происходит очищение итогового продукта сейчас флегма в трубке перелива примерно 40 процентов занимает от объема трубки начинаем отбирать головы для этого открываем кран буквально тут вот на некоторое на небольшое количество поворачиваем сейчас будем настраивать отбор 2 2 капли в секунду ну и замерим какая скорость отбора настроили отбор голов ушло на это примерно 7 минут в 11 30 у нас начался отбор настроили на 2 капли в секунду как мы это проверяем 10 секунд по секундомеру но это легко когда два человека потому что нельзя одним глазом смотреть секундомер вторым глазом на капли один смотрит на секундомер второе считает количество капель но как-то выкручиваетесь если делаете по одному это принципе вот такая скорость вот такая скорость это две капли в секунду так что можете ориентироваться на вот это емкость когда сейчас поднимется до 60 миллилитров мы начнем замерять скорость и так объем 60 миллилитров начинаем замерять будем измерять одну минуту ну и потом умножим на 60 поймем какая скорость в час ну вот минута подходит к концу объем можно определить как 4 миллилитра в минуту вот примерно до плюс-минус по аптеке 4 миллилитра в минуту скорость отбора соответственно в час 6 на 4 24 240 миллилитров в час это нормальная скорость отбора голов если вы хотите отобрать ее качественно при мощности полтора киловатта и температуре воды на выходе теперь мы измеряем 37 градусов 37 2 сейчас показать отбираем голову до нужного нам объема и будем переходить к телу прошло два часа отобрана так 200 и 450 миллилитров голов скорость вся та же температура в кубе поднялась всего на одну десятую также как и в колонии на одну десятую всего 75 и один в колонне 81 в кубе температура нагрева вся та же температура воды на выходе 42 и 8 то есть в принципе изменение особых за два часа не произошло отбор идет процесс движется спешить некуда отберем еще 200 миллилитров как минимум еще 200 миллилитров будем смотреть по органолептики сейчас органолептика продукта схожа с галимым ацетоном ну нет сейчас конечно почище стало чем самом начале даже чище чем в середине но еще не еще не качество 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 вернее еще нет продукта уже конечно нет то есть еще будем отбирать любом случае нам не нужно рисковать прошел еще один час отобрали чуть больше 200 205 миллилитров если быть точным проверим что у нас получилось ну значительно приятнее но еще еще нет еще будем отбирать да я думаю что тут работает самое главное правило которое я и мои окружающие выработали для себя в процессе нескольких лет работы с такими аппаратами для сахарной браги отбираем 10 процентов просто 10 процентов отбираем и не жалеем если берем зерновую то пять процентов и тому же смотрим ароматику если берем фруктовую то тоже пять процентов но можно разделить так сахарная и несахарная сахарная это 10 процентов не сахарная это пять процентов и дальше смотрим ароматику но это мои правила можете им следовать можете вырабатывать свои это как вам хочется заключительные 250 миллилитров отобраны по ароматике я уже проверял вполне вполне достаточно чистый спиртовой запах поэтому сейчас перекроем клапан для того чтобы снять трубочку и поставить трубку это у нас так получилось что не просто трубку перекинуть а на попугая другая трубка стоит перекидываем трубку на попугай все это дело убираем сливаем головы ну в общем у нас получилось немногим меньше литра получается где-то 970 миллилитров так что это с запасом прям с запасом отобрали теперь будем отпирать тело температуру мощность нагрева оставляем ту же открываем клапан сначала на полную и смотрим как будет проходить перелив если перелив остается то наш клапан вполне то есть наша система нормально заполненная и нам хватит жидкости для решения насадки стариометр спиртометр поднялся показывает нам спиртуозность чуть меньше 95 теперь 94 температура в отборе 20 целых две десятых градуса и она вот с четырех потихонечку падает будем считать что 20 ариометр показывает 93 процента таким образом у нас есть реальные 93 процента на скорости тонкой струйкой течет температура вверху 75 и 6 вот сейчас на десяточку поднялась в кубе 86 держим примерно такие же параметры будем отбирать 1 3 литров к по-любому должна быть в одной спиртуозности потом уже будем регулировать скоростью подачи будем регулировать уже когда хвостики начнут пробираться тогда потребуется регулировка пока достаточно чистого спирта в системе он будет течь в нормальном состоянии достаточной регулировки 1 регулировка у нас вот такое количество отходов можно сказать я по совершил ошибку ошибку совершил в том что сразу же после отбора голов когда я прикрыл поставил сюда шланг я открыл практически на полную скаканула температура и потом пришлось регулировать вот эта ошибка которую не повторяйте не надо открывать сразу на полную для того чтобы запустить процесс нужно ну потихонечку открывать открывать и добиться необходимость спиртуозности да и кстати температуру и отбор тела мы проводим на мощности 2 киловатта для того чтобы флегма больше а более в большем объеме образовывалась температуру воды на выходе мы сейчас видим 41 с половиной градус плюс минус она скачет и подача воды по нашему врущему датчику как это сказать как он датчик расхода воды по нашему вручу врущему датчику расхода воды в расход воды сейчас больше 100 литров но нам уже приехал новый дорогой датчик расхода воды скоро ждите видео по их сравнению вот одна баночка вот 2 там уже чуть больше чем пол литра набрано температура начала немножко ползти вверх для того чтобы предотвратить увеличение температуры и попадания хвостов в отбор начинаем прикрывать кран но прям вот по чуть-чуть немножечко прикрыли и проверяем потом ждем пока температура ну снизится немножко и в конце уже это вторая часть отбора кстати у нас так 93 и держится никуда не скачет там холоднючий отбор даже измерять не буду очень холодно вода очень холодно идет в на выходе по воде 42 градуса температура собственно таким образом и происходит регулировка во второй части отбора первая часть отбора как правило на первая половина тела проходит без регулировок первая самая регулировка и потом он уже капает сам а вторую часть нужно следить за температурой получается регулировка происходит с помощью вы читал крана Результаты промежуточные. Первая банка, трехлитровая, мы отобрали без каких-либо регулировок в процессе, то есть первая регулировка и поехали. Вторую банку отобрали 2,8, один раз отрегулировал, когда температура начала ползти, один раз, один, ну там максимум два раза. Сейчас начали отбирать третью банку, где-то пол-литра, чуть больше, и температура скачет 75,7, 75,8, и вот туда-сюда, где-то в 2-3 секунды она прыгает. Это явный показатель того, что нужно опять клапан, игольчатый, игольчатый кран нужно подрегулировать в сторону закрывания. Соответственно, буквально немножечко поворачиваем, тут я не знаю, тут если по внешнему диаметру смотреть, то движение где-то полтора-два миллиметра, не более. И вот это маленькое сдвижение, оно через некоторое время из-за инерции, оно сработает на снижение температуры, но при этом скорость отбора, естественно, уменьшится. И вот тем самым мы уже, кстати, риометр, те самые 93, так продолжает показывать, температура прям холодненькая. Ну прям чистый спирт, никаких отдаленных ароматов, прекрасный отбор вообще мне нравится. Так и регулируем, так и отбираем. Подходим к логическому завершению процесса. В кубе уже 90,1, в колонне держим те самые 75,6. Вот она 75,6, 75,7 это нормально, ну вот в данном перегоне. 75,8, 75,9 это уже много. И с помощью регулировки клапаном, игольчатым, мы добиваемся возвращения этих самых 75,6. Но сейчас уже струи нет в отборе, уже чуть быстрее, чем головы отбираются, капельки идут. Вот вам видна скорость отбора, капелька капает, прекрасно видно, как отбирается. Ну и спиртуозность, здесь вам тоже видно, да, соточка, 95, 93 так же и держится. Температуру недавно измеряли, 20,9. По расчетной температуре хвосты, ну вернее тело, до того, как хвосты пойдут в отбор, можно отбирать до 92. Мы, как правило, берем до 91, ну максимум там 91,5, чтобы не хапануть хвостов. Хвосты, если кто-то хочет отбирать, можете отбирать, но при ректификации, как правило, там хвостов остается, ну, мизерное количество. И спиртуозность, ну, ни о чем. Потому что мы, для чего отбираются хвосты? Для того, чтобы потом их дожать в другой перегонке при дистилляции, да. Но тут мы и так уже отжали все, что можно. Отжимается вот покапельно спирт. Для чего еще хвосты нужны? Ну, только если время тратить, электроэнергию, воду. Самое главное время, это невозобновляемый ресурс. Так что хотите, тратьте, мы не будем. Температура начала стабильно подниматься. В кубе 91,2, уже не скачет туда-сюда, вот уже 91,3. В колонне поднялась на 75,8, а это на 0,2 и больше, чем стабильная 75,6. То есть, сейчас буквально с секунды на секунду скаканет 75,9. Но, в принципе, ждать уже смысла нет. Ну, больше на 30 капель будет или меньше. Эта роль абсолютно никакой не играет. Поэтому выключаем разогрев. У нас ушло 8 часов 40 минут. 8 часов 40 минут на отбор. То есть, еще час на разогрев и час на стабилизацию колонны. Переходим к результатам. Напомню исходные данные. 20 литров спирта с сердца крепостью. Сейчас буду более точные данные называть. Если кто-то хочет нас перепроверить, записывайте. 20 литров спирта с сердца крепостью 44,4%. Абсолютный спирт по формуле получается 8 880 мл. Таким образом, голов необходимо отобрать для 10% 888 мл. Мы отобрали немногим больше. 970 мл у нас голов получилось. Так, головы не 970, а 940 мл. Головы у нас получились спиртозностью 94,2%. Таким образом, абсолютного спирта 885 мл. Тело первое, которое было тренировочное, которое мы не будем использовать в употреблении. Оно пойдет в какой-нибудь следующий первый перегон. Тело у нас и то первое получилось 90,3%. Объем 480 мл. То есть, пол-литра впустую, но из-за того, что произведена ошибка. Не делайте ошибок, не будет таких вот потерь. Не знаю. И тело, то, которое товарное, получилось 7,620 мл. 7,620 мл. Крепостью 92,5%. Крепость вся, естественно, говорится с поправкой уже на температуру. Таким образом, абсолютного спирта чистого, который хороший, мы вытащили 7050 мл. Если вот это все подвести итог и вычислить хвосты, которые остались в емкости, хвостов по абсолютному спирту осталось 510 мл. Если взять любой онлайн-калькулятор расчета голов-хвостов, то вам будет сказано, что при таких параметрах хвостов у вас будет примерно полтора литра. Где-то 1510, где-то 1535 пишут. Ну, гугл в помощь. Если вам нужно отжать еще полтора литра и абсолютного спирта там будет 510, то при идеальных условиях у вас получатся хвосты 30% крепости. Примерно, да, опять же. Оно вам надо? Вы эти полтора литра будете еще час отжимать. Вы потратите время, вы потратите электроэнергию, воду. Ну, самое главное, опять, как я уже говорил, время. Так что мы результатами абсолютно довольны. 7 литров спирта, который пойдет на наши настойки. И, кстати, настойки мы будем делать отдельными видео, отдельными выпусками. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик под видео, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Пишите обязательно комментарии. До встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok